Дорогие друзья, сегодня у нас идеальное утро, идеальный рассвет. Сейчас времени у нас половина седьмого утра. Я только открыла глаза, сразу пришла смотреть. Кто-то уже купается. Море такое идеальное. Сегодня ни одной волны нет. А люди уже, я смотрю, кто приехал, купаются в идеально чистом море. Боже, не могу на это смотреть, надо пойти искупаться. Субтитры добавил DimaTorzok Всем привет, дорогие друзья! Я по-прежнему все еще из Крыма. И сегодня я готова вам рассказать оба отеля, в котором мы остановились. Почему я делала такую тайну, почему я вам не говорила, как это место называется, где это находится толком. Не потому что мне было жалко поделиться с вами этой информацией, либо еще что-то, потому что был ряд объективных причин, почему я не могла это сделать. Именно не могла сделать. Значит, мы находимся в отеле. Это такой мини-отель. Эйлинги, поселок Утес. Место называется Санта-Барбара. Вот так вот здесь местные называют Санта-Барбара, поселок Утес. Гостиница называется Лотос. У нее два корпуса. Она небольшая. Здесь один корпус семь этажей, другой корпус шесть этажей. Самый большой плюс этой гостиницы заключается вот в этом шикарном виде. То есть вы встаете с утра вечером и, в общем, сидите, наслаждаетесь вот такими вот видами. Кто устал от городской суеты, приезжаете сюда и чисто вот на полный релакс. Есть, конечно, минусы, есть, конечно, плюсы. Давайте по порядку. Я вам номер уже наш показывала, но, может быть, возможно, кто-то вот будет новенький, кто не видел, как здесь что выглядит. Давайте расскажу сейчас по стоимости и по набору услуг, которые предоставляет этот отель. Так, номер. Номер это студия. И это у нас второй корпус. Они его называют Зара. Значит, здесь особенность этого корпуса в том, что здесь нет лифта и здесь есть кухня. Вот в первом корпусе, но это я сейчас вам расскажу еще отдельно про хозяина этой гостиницы, как-то не особо они хотят что-либо показывать, как-то рекламироваться. То есть нет у них желания. Здесь вообще ни у кого нет желания, потому что, по всей видимости, здесь отбоя от клиентов нет, потому что на данный момент здесь разобраны все номера. И вообще у них уже весь июль и август, я так понимаю, забит. Там какие-то окошки есть. Значит, при входе встречает нас кухня. Здесь есть все необходимое. Есть все бытовые приборы, есть сковородка, посуда. То есть как бы все самое необходимое для того, чтобы приготовить что-то есть. Есть вот такой вот сервис. Большие тарелки, маленькие тарелки. Есть микроволновка, которую мы воспользовались один раз. Стаканы, ложки. В общем, вся посуда необходимая для проживания здесь есть. Вот это очень большое удобство. Есть, соответственно, чайник, холодильник и вот такая вот барная стойка. Что неудобно в этой барной стойке, это то, что нет барных стульев. Либо вы стоя кушаете, либо сделаете так, как сделали мы. Придвинули вот этот вот диван. И на этом диване вот Ваня может сидеть. Ну, я, разумеется, нет. Но, может быть, она не рассчитана на прием пищи. Потому что на балконе есть полноценный стол со стульями. И многие принимают пищу именно на балконе. Здесь никто не сидит. Но так как у нас с Ваней большая двухспальная кровать, кровать очень удобная на самом деле. То есть здесь без каких-то похвал. Мне никаких скидок здесь не делают. И как бы особо-то общаться не хотят. Вот как есть, так есть, так и рассказываю. Кровать действительно удобная. Постельное белье не похоже так вот, знаете, как в отелях обычно бывает. Но, тем не менее, как бы просто нехорошего качества. Нет здесь одеял. В качестве одеяла вот это вот покрывало. Ну, как бы, надо понимать, что сейчас лето, жарко. И, ну, покрывало нам нужно по стоку, по скольку. Есть кондиционер. Мы им ни разу не пользовались, ни разу его не включали. Также есть телевизор, каналы все работают. Но, опять-таки, мы его включали, по-моему, один или два раза фоном. Значит, вот это вот порадует многих женщин, да. То есть, как бы, есть вот такое вот полноценное трюмо для того, чтобы накраситься, полюбоваться собой, все такое. И полноценные такие ящики, тумбочки. То есть, если у кого-то много вещей, и кто-то едет на месяц. Соответственно, есть вот такие две прикроватные тумбочки, тоже довольно-таки вместительные. Ну, и диванчик вот этот раскладывается. То есть, дополнительное спальное место. Если поедет семья из трех-четырех человек, то, в принципе, здесь двое детей могут спать там вместе, совместно. А здесь, допустим, муж и жена. Вот такой это номер. Это номер. Значит, соответственно, здесь ванная. Ну, не ванная, душ. Здесь душевая. Душевой здесь чистенько. Как бы отель предоставляет... Ну, вы знаете, туалетную бумагу не положили уже третий день. Но предоставляет вот такие вот наборы. Вот, кстати, название отеля. А, хотя здесь нет названия отеля. В общем, отель Lotus. Я подпишу и ссылку на отель дам. То есть, как бы это нам докладывают. Вот, ну, знаете, первые дни мы приехали, вот все прям было хорошо. А вот, как бы потом, вот сейчас, как-то что-то у нас уже третий день не убирались. Значит, ну, вот таким вот образом. Зеркало, кран, туалет, все работает. Фен, все это есть. Вода, кстати, пока что без перебоев. Горячая вода всегда есть. Напор воды нормальный. Здесь, соответственно, тоже есть. Средство для мытья посуды здесь было. То есть, это мы не покупали. И губка тоже здесь лежала. Значит, что неудобно? Что неудобно? То есть, если вдруг какие-то пенсионеры, допустим, поедут, это вот такие вот винтовые лестницы. Вот, поверьте мне, мы на четвертом этаже. И под вечер, там, когда ты находишься на четвертый этаж, очень, конечно же, проблематично идти. А если ты там 200 раз что-то дома забыл, в номер возвращаться, тоже не очень хорошо. Но, тем не менее, как бы мы с Ваней ходим. Значит, вот все вот эти вот неудобства компенсируют вот этот вот вид на море. То есть, вы открываете глаза, и ваш взор упирается непосредственно в море. Эти глаза напротив. Эти глаза напротив. Вот. И, ну, соответственно, как бы, когда был шторм, то волны очень сильные. Они добивают прямо до верху. И вот этот момент, вы знаете, с одной стороны, я на море очень рада жить, а с другой стороны, я немножко испугалась, потому что я думаю, а вдруг волны добьют досюда. Но досюда оно как-то было не очень хорошо. Ну, вот сейчас, конечно, любуешься, потому что на море полный штиль. И вообще сегодня красота. Ну, вообще, было один раз, когда был шторм, звуки было, как бы, неприятно такие слушать. Согласись. Ну, волны были, сильные волны. Ну, Ваня просто боялся. Я-то сильные волны у меня, наоборот, как релакс. Ну, просто страшно было, что, ну, кто его знает, прям вот у самой воды. Не, мы закрывали эту дверь, и было жарко. Было жарко, значит. Здесь есть вот такой стол, вообще сам по себе балкон большой. Балкон здесь большой, то есть четыре стула. Семья из четырех человек может спокойно здесь завтракать, что многие делают. Значит, вот здесь вот, я не знаю, сами люди или нет, привезли сетку. Потому что есть маленькие детки, чтобы детки не упали. То ли гостиница делает, то ли сами. Ну, вот, как бы, для маленьких детей это, конечно, страшновато. Я вот Ваню не подпускаю. А там вообще можно йогой на том балконе заниматься, потому что там... Йогой сейчас женщина занимается. Там 150 метров. 150 метров. Ну, и вид с балкона я вам много раз показывала. Здесь вот рядом соседние эллинги и гостиница. Вот эта вот гостиница Аркадия, она идет с собственным бассейном. Бассейн такой видовой. Сегодня, если получится туда пройти, они не очень охотно пускают, то я вам покажу вид вот из этого бассейна. То есть вот это считается Аркадия тоже неплохая гостиница. У них есть свой ресторан. То есть, но они принимают только с первого числа. Поэтому особо я вам про нее не рассказывала. Рядом у нас какое-то помещение пустующий эллинг. Там, не знаю, никого нет. Вот. Значит, вот как-то так. Значит, что еще предоставляет отель? Есть два полотенца пляжных, которые за все время нашего проживания, 14 дней здесь, никто ни разу не поменял. Значит, полотенца здесь два больших банных, два маленьких полотенца. Значит, их меняют раз в шесть дней. Раз в шесть дней меняют. То есть вот это, конечно, очень большой минус, что только раз в шесть дней. Все-таки мы привыкли полотенце сменять, ну, хотя бы раз в два дня. Ну, вот, и, собственно говоря, я сейчас потом выйду на улицу, сниму, как это все смотрится со стороны, потому что я не снимала. Еще раз говорю, это такой частный дом, считайте. Частный дом, вот такой вот пятиэтажный. И вообще, это эйлинги, собственно говоря. А что такое эйлинг? Эйлинг – это такой своего рода гараж для лодки. Но здесь вот эти вот эйлинги давным-давно перестроили. Здесь очень комфортные номера во многих гостиницах. Здесь гостиницы, я вам показывала, есть Санта-Барбара, Мечта, ну, Корона – это вторая линия, вот на первой линии. Вот «Аркадия», «Парадайз» тоже на первой линии. Это вот такие вот гостиницы, которые предоставляют услуги. Значит, что еще у нас включено? У нас включен завтрак. Завтрак здесь по типу шведского стола. Но это, конечно, шведский стол, знаете, такой. Турция отдыхает в этом плане. Вернее, отель отдыхает в этом плане. Ну, как бы голодный вы не уйдете, но еда такая. Значит, два вида каши обычно, там, либо овсяная, либо рисовая, либо там, манная бывает, либо гречная. Бывает, ну, по-разному. Но в основном всегда есть овсяная и рисовая каждый день. Бывает тушеная каша. Значит, какие-то либо мини-котлетки, либо сосиски с утра, либо картошка, либо овощи тушеные. Ну, то есть, либо одно, либо второе. То есть, там прям вот шведский стол, он совсем малюпусенький. И вообще маленькое помещение вот это, потому что гостиница, это мини-гостиница, мини-отель. То, соответственно, там вот все по минимуму. Чай можно себе налить с лимоном. Ставят кофейники, там растворимый кофе. Но я постараюсь завтра вам украдкой поснимать, потому что, ну, не очень хорошо. Они к этому здесь относятся. Плюс я подошла вот к хозяину этого отеля. Я говорю, ну, как бы я ему не сказала, что у нас канал на ютубе. Я говорю, ну, давайте вот для рекламы вам поснимаю номер. Можно какой-то номер посмотреть вот в центральном корпусе, в первом корпусе. Он с лифтом. Там самое большое преимущество, что он с лифтом. Тоже точно такие же вот видовые номера на море, но там есть лифт. Вот, ну, на что он сказал, что, как бы, они в особой рекламе не нуждаются. У них там все расписано, прописано. И что у них все фотографии есть на их сайте, где вы можете ознакомиться с ними. И, знаете, вот в этом этот хозяин не одинок. Вот практически все, к кому я здесь подходила и спрашивала поснимать, ну, потому что, как бы, мне хочется вам дать какой-то материал, чтобы вы понимали, там, стоит ехать сюда, не стоит ехать, нравится вам здесь, не нравится, там. Понимаете, потому что на картинке может быть одно, а в реальности может быть совершенно другое. Вот. В общем, никто не соглашается на такую рекламу. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, боятся, что это до 1 июля, но я же у них не заселяюсь. Как бы реклама-то, в принципе, не запрещена. Я не знаю. Это, во-первых. Во-вторых, значит, уборка. Ну, я бы не сказала, что очень качественная уборка. То есть, первые вот прям дни убирались прям отлично, чуть ли не каждый день. Видимо, пока не было полного заселения этой гостиницы. Потом все заселились. Вот вообще три дня у нас не убирались, полы не мыли и не пополняли туалетную бумагу. А, как бы, номера здесь телефонного нет, да, то есть, ну, то есть, если вам что-то там не хватает или еще что-то, то вам нужно, соответственно, идти на ресепшн, спускаться вниз. Ну, это все мелочи, мелочи. Вот мне в целом наш отдых понравился. Значит, купание здесь либо с пляжа, вот с понтона здесь, значит, предоставляется за 4 тысячи у нас сутки. 4 тысячи у нас вышел сутки на двоих с завтраком номер. За эти деньги еще предоставляются внизу лежаки и зонтик. Но предоставляются вот здесь, вот на территории внизу. Вот сейчас вы видите, да, что внизу стоят лежаки, зонтики и спуск в море по лесенке. Значит, также для детей, для маленьких, для пятилетних, причем шестилетний, даже если плавать не умеет, нельзя. В бассейн, сказали категорически, только до 5 лет. Значит, бассейн вот этот наливают. Вот, я вам мешаю. И, ну, ресторан. Ресторан, то есть, ну, цены средние, я вам показывала. Ценник в среднем, в среднем, ну, допустим, обед нам обходится где-то 1300, так вот, полноценный обед. Ну, а ужин, все зависит от вас, что вы там будете брать, в районе 2-3 тысяч там. Если с вином, то, соответственно, там в районе 3 тысяч. То есть, если без алкоголя чисто поесть, то в районе 2 тысяч можно уложиться. А можно даже и меньше. Значит, что касается людей, которые плавать не умеют, из понтона не могут зайти в море, то чуть дальше, вот в районе вот тех камней, ну, то есть, соответственно, как бы на берегу, я вам тоже уже неоднократно показывала, есть два каменистых пляжа, галечных пляжа. Значит, первый галька поменьше, второй побольше. Но мы, когда приехали, людей не было, было шикарно. Сейчас людей становится все больше и больше. И я думаю, что в сезон тоже здесь яблоко будет негде упасть. Ну, вот я думаю, что, в принципе, я удовлетворила ваше любопытство по поводу отеля. Сейчас еще внизу я пойду спущусь, покажу вам его снаружи, как он выглядит. Ну, и он практически крайний здесь. То есть, дальше туда проход, ну, только на гору. И вот куда мы ходили с вами, да, лучше-то пешком. Можно там пройти пешком, но не каждый сможет. То есть, это довольно-таки длительное расстояние по горам, по долам, по берегу, по нудистскому пляжу. То есть, ну, как бы это не такие вот мирные прогулки там, да, когда ты по набережной идешь и любуешься. Там для экстремалов, скажем так. Розетки. Возможно, для кого-то это тоже информация нужная будет. Не знаю, как сказать. В общем, есть одна розетка. Там за тумбочкой есть вторая розетка, слава богу. И вот здесь есть третья розетка, что для меня прям вот, ну, немаловажно, что три розетки прям отлично, потому что много техники, которую нужно заряжать. Ну, и еще раз говорю, что несмотря вот там на вот эти вот все разнообразные мелочи, по которым я вам сейчас сказала, самое главное – это вид. вид. И если вы умеете купаться, плавать, то, ну, я считаю, что там на недельку приехать сюда хорошо. Я обещала я вам снаружи показать, как выглядит отель, наконец-таки. Значит, выглядит все это вот таким вот образом. Вот видите, табличка. Лотос. Вот это вот, получается, у него один основной корпус. Вот сколько здесь? Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Вот здесь с утра накрывают всегда завтрак, и вот рядышком с ним вот такой вот небольшая такая пристройка. Вот это вот корпус второй Зара, который я вам как раз-таки сказала, что он без лифта. Вот этот корпус с лифтом. Ну, на счет номеров я вам уже объяснила, что хозяин сказал, что смотрите на сайте. Я упрашивать не буду, мне зачем это нужно. Вот, в общем, ну, и вот, соответственно, как бы ресторан. То ресторан, это ресторан, ну, и небольшое помещение внутри. Внутри завтра с вами посмотрим шведский вот этот вот стол, про который я вам говорю. Я его тоже ни разу не снимала, но завтра уже официально можно, поэтому завтра сниму. Сегодня ужин наш. Сегодня ужин наш. Мы, значит, решили по макаронам вдарить. Уже надоело мясо. И причем, что Лена себе взяла что-то с креветками, салат какой-то, да, теплый он же, по-моему, считается. Нет, просто за это. Просто. И я себе взяла тоже какой-то салат, ой, в смысле салат, макароны с креветками. А Лена, в общем, решила сегодня взять кальян. Я кальян уже не курила сто лет в обед. Надо попробовать сейчас, что он из себя представляет вообще. Здесь все берут, это, знаете, как дурной пример заразителей. Ерунда, да, полная? Его же нужно курить постоянно или он как? Нет, почему? Нет, это такая, это, знаешь, его не надо вот вдыхать как сигарету. Ну, я знаю. Ну, он просто в воду вбежаешь и выдыхает. Пускай что-то где-то. Но я не любитель, конечно, так. Ну, а детям сейчас у нас, как всегда, у них, знаете, такой самый сложный заказ, им жарят. Они потому что у нас специалисты по котлетам. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Часы, что ли? Часы, да. В процессе, возьми время, времени, часа. Часы. 150 миллионов рублей. В общем, у детей, как всегда, Микки Маус. Это картошечка вот такая вместе с котлетками. Но Ваня от картошки отказался на три, сказал, будет только котлеты. Поэтому у него котлеты. Вечерняя прогулка у нас. Море полный стиль. Ой, красота. Да, прямо сейчас солнце уже на закате. Тепло на улице. И вот это вот бескрайное-бескрайнее море. Я не устаю восхищаться вот этими вот видами бесподобными. И прогулками здесь. Но здесь вот на территории машину пускают только такси, которые приезжают, выгружают людей и тут же уезжают. То есть здесь транспорт свой личный ставить нельзя. Только тех ставят, у кого есть свои собственные гаражи, куда они убирают. Но таких здесь немного. Поэтому вот эта вот улица, она, конечно, в основном прогулочная. Но приезжают, конечно, машины там разгружаться, которые магазинные машины. Так, а я сейчас вот сюда зайду. Спрашивают, что здесь вот в магазинчиках можно купить. Хороший ассортимент здесь молочки. Даже появилась огуша в продаже. Творожная продукция. Все здесь полные прилавки, потому что пользуются популярностью. Зелё, тоже эти чипсы, мороженое, кофе, чай. То есть все есть в наличии. Эти макароны. Такой вот хозяйственный небольшой отдел. Все самое такое необходимое. То есть такие магазинчики небольшие, но всё, что нужно, всё есть. Заморозка есть, если кто-то хочет готовить дома. И вот такие вот сосиски владимирские. Кстати, очень вкусные, неплохие. Мы с Ваней берём. То есть вот, потому что меня постоянно спрашивают, что есть в магазинах. Вот в магазинах и хлеб. Ну, в общем, такой вот. Он небольшой, но всё-всё самое необходимое здесь есть. Так, сейчас сниму вам потихоньку, пока как бы людей нет. Вот такой вот шведский сад. То есть получается чай, кофе, хлеб, два вида каши. И вот такие вот сосиски. Ой, в смысле сосиски, котлеты. Всё. А, ну вот ещё творожная запеканка была. И большие ничего. Такой вот маленький шведский стол. Так, вот смотрите. Видите у нас как облачка есть. Дождик прошёл, но тут же выглянуло солнечко. Смотри, там кто-то написал Крым. Крым? Ага, Крым кто-то камушками выложил. Видишь, как тоже можно. Здесь вот три пляжика. Самый неудачный это вот этот пляжик. Потому что здесь вот такие вот валуны, большие камни. Ну, ещё раз говорю, что здесь, в принципе, каждый может отдыхать на любом пляже. То есть какой вам там понравится. Здесь вот и мест мало. И это вот как бы пляжи от тех эллингов, которые здесь есть. Далее мы идём. Вот он. Я вам показывала уже отель Корона. И у них есть вот такой вот ресторан Корона, который уходит вот туда вот в море. То есть прям такие виды там красиво. Сейчас зайдём с Ваней, посмотрим, работает он или нет. Открылся или нет. Потому что раньше не работал. Что? Алания. Алания. В Барбаре открылась вот такое вот небольшое кафе-столовое. И прямо на наше счастье здесь уже готовая еда, что ждать не нужно. Так что сейчас посмотрим, что здесь можно выбрать. Вон, видите, уже готовые десерты, салаты и целая линия раздачи. Уже есть какие-то котлетки. Крым очень я рада, что такую открыли кафе. Очень удобно, что ждать ничего не нужно. Пришёл, сразу всё взял. Значит, у меня куриная грудка с помидором. У Вани куриная котлета с хлебом. Два вот таких вот витаминных салатика. Просто чисто помидоры, огурцы. Здесь, по-моему, ещё перец. Значит, желе Ванина. И три сока. Всё это стоит 740 рублей. Это прям вообще шикарно. 740 рублей. Котлеты, правда, поставилась последняя. Но очень много гарниров. Там и гречка. Ну, всё есть. Просто не хочется есть, потому что на улице жарко. Но пообедать нужно. Соответственно, прямо сейчас, знаете, такой ветерок прохладный идёт с моря. Ну-ка, Вань, зацени котлет. Она горячая, ты прям зря так потихоньку бы кусал бы. Я лучше. Ну, чё так? Ну, слава богу. Это кафе самообслуживания при Санта-Барбаре. При отеле Санта-Барбара. Ну, пойдём. Мне понравилось, что здесь всё так вот компактно, уютно. Единственное, что только наличку берут. То есть, здесь очень много вот этих вот заведений, которые берут только наличку. К сожалению. Ну, и также, в принципе, есть те, которые берут карты. То есть, здесь, как бы, я не могу сказать, что вот, да, только наличка. Нет, карты тоже принимают. Но, к сожалению, не везде. Вот, в нашем отеле, в Лотосе, принимают. Есть пицца, пиццерия. Можно пиццу купить. О, а мы с тобой сегодня на ужин купим пиццу себе. Да? Да. О, на ужин купим пиццу. Пиццу поедим. По дороге на эти плойки. Просто что-то уже надоело. Мам, дайте сказать. Мы купим пиццу, потом, ну, когда я поиграю, как бы. Хорошо. И купим пиццу. Хорошо. Договорились. Тапочки, всё, уже появилось. Кстати, вот здесь вот убирают эти зонки и ставят как-то себе резко. А, вот здесь телевизор вчера? Нет, телевизоры вот тут стояли вчера. Ваня, всё, не может, не может Ваня обойтись. Вчера поставили эти PlayStation. Вот, видите, здесь кресло, телевизоры выносят PlayStation. И Ваня в восторге. Он вчера там долго играл. Не может успокоиться. Сегодня, говорит, точно дождя не будут? Точно вынесут? Точно. Ой, смотрите, какая сейчас вода. Изумительная. Пойдём-ка сейчас покупаемся, Вань. Смотри, народу никого. Смотрите, какая чистенькая, чистенькая. Пойдём. Не брали с собой ни палантинец, ничего, чтобы типа поесть. Ну, ладно. Тут, в принципе, какая разница. Дойти от любого здания в одну сторону, в другую сторону. Ну, 10-15 минут максимально, поэтому не страшно. Ваня, вам купили жильё. Сейчас потом тоже футболку снимаем. И, кстати, вон урны. В урны выбросишь. Пойдёмте с вами водичку посмотри. И солнце вышло. Медузы есть. В море медузы есть. Но медуз немного здесь. Ну, опять же таки, это, в принципе, как бы, как мне сказали, что, как бы, в любой части, да, моря, они могут сегодня быть, завтра их может не быть. Сегодня они могут быть здесь, завтра они могут быть в совершенно другом месте. То есть, как бы, это, нет такого, что прям вот всегда идеально чистое море. Ложка, а зачем тебе ложка? Ваня, экономный парень. С ложкой, говорит, выбрасывать стаканчик или без ложки? Ну, мне вот что нравится здесь, вот в этих местных магазинчиках, прям, вы знаете, шикардос. То, что у них всё есть, вот всё приспособлено. То есть, вот и ложечки маленькие, и вилочки маленькие. Ну, то есть, они понимают, как бы, что отдыхающие сюда едут, и большинство людей здесь готовят дома. И так как готовят, ну, в домах, то есть, практически здесь при каждом вот этом домике есть своя собственная кухня. Либо у кого-то в номерах, либо внизу. Ну, то есть, как бы, в основном готовят все сами. Потому что вот такая вот вода. А ты чего не идёшь в воду? Ну, я сейчас пойду плавать, но я просто телефон, разумеется, уже топить не буду. Но вода сегодня тёпленькая, тёпленькая. Как-то после дождя прям она вообще, мне кажется, совсем тёплая. А мне немножко, она мне кажется, немножко холодная. Ваня, кажется, немножко холодная. Сейчас она не вытащит, она же зайдёт, когда воду, его уже потом отсюда не вытащит. Вот, так что, дорогие друзья, Мне вот это вот местечко, местечко, вот это вот, как говорится, прикипело я к нему всей душой. Конечно, наверное, там вот в июле, когда всё это заселится, и все номера будут заполнены, наверное, здесь будет много людей, и будет аншлаг. Тогда бы мне не понравилось. Ну вот сейчас, вот сейчас красота. И сейчас у нас сколько? Час, наверное, или половина первого? Половина первого. В двенадцать мы пошли с тобой кушать. Половина первого. Вот это мой отдых. Мне так нравится. Мы решились сегодня с Ваней у нас на Бауконе пиццей. Вот эта пицца стоит 460 рублей. Слушайте, она огромная, горячая. Прямо в печке здесь делают очень большой ассортимент пицц. Погода у нас уже, смотрите, распогодилась, там уже люди вовсю плавают. Вань, прикинь, пицца какая огромная. Я не ожидала, что она будет такая большая. Мам, знаешь, что я надеюсь? Что? Что там откроют эти... Ты мне с телевизорами сегодня все уши прожужжал. Честное слово. Это что-то с чем-то. Вот, в общем, вечером здесь выставляют такие телевизоры с игрушками, с приставками. В общем, здесь можно поиграть в GTA 5. Мой сидит, ждет, значит, уже полчаса, значит, никуда от места он не уходит, потому что ему нужно вот первому. К нему присоединились еще, значит, двое тоже таких же игроманов, которые тоже не хотят уступать своей позиции. В общем, вот это вот, понимаете, самое такое крутое развлечение на море для детей. Смотрите, банды, банды, собираются банды. Ваня не зря тут место занимал. Чуть ли не с утра. Я вот этот отель полюбила всей душой. Вот это место. Отель, лотос, еще раз повторяю. Потому что вот такое вот бескрайнее синее море. Вот не так много на самом деле мест, где я абсолютно спокойно в номере оставила там спящего Ивана, отошла ровно на 2 метра и пошла, поплавала, поныряла в таком вот идеальном, замечательном море. Правда, у нас, смотрите, отель весь такой, это, активный. Уже с 6 утра люди здесь купаются. Я сегодня, можно сказать, припозднилась. Проспала я, проспала. В общем, а вот это вот уже территория вот этой вот Аркадии. Значит, сегодня планы у нас на день. Вообще-то у нас оплачено еще один день здесь, и завтра мы должны улетать. Но мне многие пишут, почему вы там в другом месте нигде не остановились. Дело в том, что до 1-го числа все отели не имели права принимать до 1-го июля приезжих. То есть местное население там, да, а приезжих нет. И так как наступило 1-е число, значит, сегодня открывается отель Аквапарк Миндальная Роща. И мы решили с Ваней так ход конем сделать. Поехать на один день остановиться там, чтобы уже, знаете, так вот с чувством, с толком, с расстановкой никуда не торопиться. А завтра уже оттуда спокойненько поехать. Оттуда проще. Машина быстрее придет, потому что все машины к нам идут из Алушты, с такси. Я не буду переживать. Ну и, соответственно, мы просто посмотрим вместе с вами новое место. Получим море ощущений. Но, знаете, мне вот здесь этого отпуска не хватило. Прямо реально не хватило. Потому что здесь реально очень-очень здорово. Мне нравится здесь безумно. Просто безумно понравилось. Вот за вот эту природу. Да, есть множество минусов в виде каких-то неудобств. Особенно там в отеле, допустим, погодельцы не так часто меняют. Но это все, знаете, как на самом деле для меня ерунда. Потому что вот есть вот это вот море. Все остальное это мелочи жизни, которые можно легко пережить. В общем, ну а со всеми на этом я прощаюсь на этом моменте. А следующее видео уже будет у нас аквапарк. Посмотрим, как мы туда заселимся. Что там вообще интересного на территории. Покатаемся ли мы там с каких-то горок. В общем, посмотрим все, каким образом пройдет. Ну а сейчас всем пока-пока. Обязательно с вами увидимся вновь. Совсем-совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok